Чем запомнилось начало этой недели поклонникам спорта и последователям здорового образа жизни, узнаем из традиционной рубрики «Спортобзор». Слово моей коллеги Марии Косолаповой. Начнем по возрастающей. Сначала самые маленькие спортсмены, у которых большие планы на будущее. Областной центр на этой неделе принимает первенство ЦФО по теннису, заявки на участие в котором уже в конце марта подтвердили 64 юные спортивные звездочки со всего Черноземья. Чаще можно сказать, что нет, у этого нет будущего. А сказать, что это будет великим, так нельзя, потому что очень много факторов на это влияющих. Элементарная травма может перечеркнуть все планы на будущее. Но само попадание на этот турнир уже говорит о том, что они из себя что-то представляют. Белгородка Маша Тарареева как раз из таких. Соперницам по корту она не оставляет ни единого шанса. Придает девочке уверенность в игре и ее, пусть и небольшой, но опыт как тренировочный, Маша проводит с ракеткой по несколько часов в день, так и профессиональный. Я в Москве играла, в Сергеевом Посаде, в Тамбове, в Липецке. Здесь я тоже играла. Ну, много, в Турции тоже. Если боевой настрой Маши на победу в разговоре ощущается сразу, то Кирилл, например, скромно избегая микрофона, от слов решает перейти к делу и на корте продемонстрировать рвение к победе. В этом, кстати, и заключается его секрет. Когда соперник ничего особенного от тихого и застенчивого Кирилла уже не ждет, тот наносит серию точных ударов и, естественно, побеждает, как это не раз бывало на турнирах в Старом Осколе и Курске. Тренером хочу стать. Почему? Ну, тренировать мне. Мне нравится тренировать. Турнир будет целую неделю. Что мы пожелаем всем участникам? Чтобы получили удовольствие от игры, удачи и везения. Стартовав в понедельник, соревнования в Белгороде действительно продлятся до конца недели. Но не стоит думать, что все победители ЦФО сразу же попадут на Россию. Нет, в теннисе иная система отбора на первенстве страны. И для того, чтобы туда попасть, сначала нужно заработать определенное количество рейтинговых очков. И если у теннисистов для этого есть как минимум дней пять, то местные футболисты вчера буквально за один вечер упустили возможность подняться хоть на одну ступень в турнирной таблице ФМЛ, проиграв на своем поле команде «Спартак-Нальчик». Матч, который дома с нетерпением ждали все, особенно после последней громкой победы «Салюта» на выезде, в итоге не только не порадовал белгородцев результатом, встреча завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей, но и не оставила даже хоть каких-либо впечатлений от достойной игры. Опасные моменты в штрафных зонах, конечно, были, но вряд ли хоть кому-то запомнились. Гостям после забитого гола, в принципе, надрываться и не надо было, а наши, пусть лучше прокомментирует тренер. Нас называют аутсайдеры, мы учатые с «Уралом», и с «Нальчиком», и с «Абаровском», и со всеми командами, мы постоянно имеем большие преимущества, это реально. Чего-то нам, видимо, в этом году не хватает. То ли везения, то ли... Так, звезды должны расположены, год нам промучаться, имея со всей командой большие преимущества. Это не всегда элемент удачи, и результаты сопутствуют. Вот сегодня такой матч очередной. Следующую игру наша команда проведет на выезде в Москве. 22 апреля «Салют» встретится с «Торпедо», и, может быть, хотя бы там, наконец-то, и удача, и звезды, на которые так рассчитывает руководство «Салюта», наконец-то сойдутся и помогут белгородцам, раз уж мы делаем на них такую ставку. Вот так вторник на этой неделе стал днем футбола, а вечер среды в спортивной истории региона закрепится теперь уже под флагом волейбола. Сегодня, после двух поражений от новосибирского локомотива, дома, в родных стенах, которые обязательно помогут своей команде, Белогорье в третий раз выйдет на площадку против красно-зеленых. В рамках одной четвертой финала мужской суперлиги и серии до трех побед этот матч станет или решающим, или переломным. А потому давайте все вместе сегодня поддержим нашу команду, ведь, следуя именно их олимпийскому примеру, многие из нас и сами не раз справлялись с трудностями и одерживали верх над неприятелем. Именно у них, белгородских львов, мы всегда учились и будем учиться стойкости, твердости духа и воли к победе, которые, согласитесь, так сложно воспитать сегодня в подрастающем поколении без яркого и достойного примера для подражания. А потому завтра в Старом Москоле состоится уникальная встреча звезд большого спорта и будущих звезд большого спорта. В городской спортшколе номер один в 11 часов мастер-класс для местных ребят проведут участница 28-х Олимпийских игр в Афинах, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Светлана Соколова и серебряный призер 30-х Олимпийских игр в Лондоне по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта России Елена Соколова. Не пропустите встречу с кумирами, ведь они, может быть, не только раскроют нам секреты своих побед, но и научат никогда не сдаваться на пути к своей мечте.